Здравствуйте! Представьте, пожалуйста, для наших зрителей. Здравствуйте! Меня зовут Антон Кривоков. Вы представляете сборную команды юниоров по джидо? Весовая категория. С какого города вы и кто ваш тренер? Я из города Санкт-Петербурга. Мой личный тренер – Владонов Андрей Павлович. Скажите, Антон, вы сейчас находитесь на сборах. К чему идет подготовка? У нас подготовка осталась к одному турниру. Это первенство Европы. Вы уже становились чемпионом Европы, мира по юношам, да? До семнадцати. Мир выиграл, а на Европе стал вторым. Единственный, кто прииграл. Извините так, но… Чтобы у тренеров плохого ничего не было. Да, не будет говорить. Боролись уже по юниорам на Европе и мире? Да, боролись. И какие результаты? Один раз на мире. Насколько отличается борьба среди юношей и среди юниоров, на ваш взгляд? Насколько сложнее стало бороться? Она совсем разная. Если по юношам можно будет бороться без силы, то по юниорам уже только техникой больше. Все вырастают, все становятся более менее физически одинаковыми. Ага. Те ребята, с кем вы боролись по юношам из других стран, многие ли перешли, остались в юниорах из европейских или мировых? Больше половины. Больше половины, да? Насколько отличается вообще, вы были на международных лагерях, насколько отличается подготовка в российской команде от европейских или других стран, там Японии или Америки? У каждого своя. У каждого супа свое. Каждые тренера сборной берут чуть-чуть где-то отсюда. Что-то со штанги, что-то борьбы, что-то со стяжки. И получается все-все разное. Какой вес на сегодняшний день у вас? Где-то около 150. Вы с самых юных лет были всегда таким крепышом? Да. А это не как... То есть только поэтому, что вы были крупным ребенком, вы пошли в дзюдо? Или кто-то решил, что вы пойдете в дзюдо? У меня прыгукапа, сам был лучший спортсмен, занимался тяжелоатлетикой. Как бы с детства с ним ходил, занимался... То есть вы начали с тяжелоатлетики? Я с трех лет. Занимался, ходил, поднял маленькую страницу, как бы с ним. Потом начали переезжать, занимался рукопашным боем. Потом переехал в Санкт-Петербург и начал заниматься сюда. А откуда вы переехали? В Сен-Градском возрасте. В Сен-Градском возрасте. То есть вы начали дзюдо заниматься в каком возрасте? В 9 лет. В 9 лет уже непосредственно только дзюдо. Помимо дзюдо, какие увлечения у вас есть? Есть ли какие-то... Играете ли вы на каких-то музыкальных инструментах? Какие-то, не знаю, может, хобби есть? Собирайте марки, коллекционируйте... Я собираю монеты. Я занимаюсь... Нумизмат, да? Нумизмат. И большая коллекция у вас монет? Ну, глава на приличный. Это вы сами решили и продолжаете традицию, допустим, с родителей? Да. Ну, тут вы собираете монеты отовсюду, с тех странах, где были? Да. И старые русские монеты, и заграничные, и заграничные старинные. Ну, то есть вы, можно сказать, тоже профессионал в этом деле уже, да? Любитель. Большой любитель. Большой любитель. Кроме нумизма, то еще что-нибудь вы любите? Какие книги вы читаете? Какую музыку слушаете? Музыку любую. Музыку любую. Как вы думаете, джюдо можно отнести к разряду игр? Нет. А что вы думаете? Джюдо совмещает в себе, как если брать с футболом, джюдо совмещает в себе и защиту, и нападение. Ну, все сразу. А выходя на поединок, вы не играете? Ну, смотря какой соперник. А кто на сегодняшний день в мире является для вас самым сложным соперником? Из какой страны, или вы можете назвать его? Из России. Да, потому что мы все время вместе, мы все знаем, что кто делает. Ну, каждый знает свою борьбу на этот сюжет, точнее, из нас. И получается с ними тяжелее. Вы видите себя в будущем на Олимпиаде? То есть это ваша мечта? Ну, хочу три раза выиграть. Три раза хотите выиграть Олимпийские игры. А среди тяжеловесов на сегодняшний день только Давиду Дуеу давал два раза выиграть, да? Да, Олимпийские игры? Я смотрю, как добрать. Ямасито разве не три раза выиграл? Нет, он становился, кажется, три раза чемпионом мира? Да. И две Олимпиады он выиграл. Вы хотите больше быть похожим на Ямасито или на Давиду Дуеу? На кого есть? Вы хотите оставаться сами собой? Какая ваша любимая техника? В стойке. Какой любимый бросок технический действий? Наверное, задняя. Асотатош, да? Асотатош, да? Асотатош, назовем, да? Задняя подножка, парикоски, если. А в партере? В партере, заклата в руке. Да. Вы Асайкоме любите делать? Да. Вы болевые проводите? Да. Прохожу, конечно, но больше на удержание. Очень. Если бы вы не дзюдо, чем бы вы... Тяжелоатлетик. Тяжелоатлетик. Вы наблюдаете тяжелоатлетик соревнований или не очень? Так, не очень. Присматриваю не особо. Просто люблю сам себя кататься. А, сами по себе. Да. При вашем весе вы можете забраться на канат без ног? Ну, не вряд ли. С ногами только. Только с ногами? Насколько вы думаете, что физическая сила в Судо важнее, чем тактика? Она все примерно профессиональная. Тут нужно вот эту леденосную и сила, и скорость, и тактика. Она примерно все на одинаковое, я считаю. И нельзя, если человек быстрее, то сильнее. Или наоборот. Это, кто лучше, ну, ну, вот, так сказать. Если чесопинник сильный, а другой слабый. Слабый, может быть, тактический и быстрее. И он его отыграет просто технически. И победит. Сила не так важна. И так же, ну... Я понял. То есть здесь для уже как бы в большом спорте важны как бы и физические качества, да, вы считаете, и тактика, и тактической и скоростью. Вы много времени проводите на сборах и так далее. А как учеба? Вы где учитесь? Я учусь с активистом в статистике, да. Значит, вы будущий сотрудник полиции? Да. И скажите еще последний вопрос, что бы вы могли пожелать будущим молодым дзюдоистам, ну, точнее, или тем, кто еще не решил заняться дзюдо, чтобы они сделали последний выбор и пошли в дзюдо, что бы вы могли такое сказать веское, чтобы они выбрали дзюдо? Чтобы они выбрали дзюдо? Да. Вот он стоит перед выбором, вот у меня или дзюдо, или плавание. Что вы можете ему посоветовать, чтобы он все-таки пошел от сил 2 дзюдо? Это довольно такой тяжелый вопрос. Я тоже считаю, что человек каждый должен сам выбирать. Он может попробовать и там, и там, и вполне, как говорится, и в дзюдо. Где ему больше понравится, то, что ему в душе больше понравится, то там и пойдет. А так сказать, ну, заставить человека нельзя. Ну, если ему не понравится, его никак не заставишь. Вы получаете удовольствие от дзюдо? Конечно. Если бы я не получил удовольствие, зачем я бы здесь стоялся? Спасибо большое. Успех. Спасибо.